Государственная строительная инспекция Брянской области следит за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, проверяет соответствие выполнения работы, применяемых строительных материалов, выдает заключение. В 2021 году ведомство проверило почти 500 объектов капстроительства. Ряд из них введен в эксплуатацию. 8 объектов физкультурно-здоровительного спортивного назначения, 3 детских сада, это 2 новых детских сада на территории бывшего аэропорта в советском районе города Брянска и одна пристройка в Выгоническом районе. Школа в поселке городского типа Навля, 9 объектов животно-аводческого комплекса, клиника-медицинский центр по проспекту Станки Димитрова в городе Брянске и 2 объекта производственного назначения. Губернатор Брянской области Александр Богомас отметил, что в этом году у государственной строительной инспекции работы меньше не станет, как не станет ее меньше и у глав муниципальных районов. Глава региона потребовал от местных властей держать на ежедневном контроле все стройки и не допустить срыва сроков сдачи тех или иных объектов. У нас на этот год очень много объектов, которые нужно строить. Это и дороги, объекты спорта, наши образовательные учреждения, медицинские учреждения. Сейчас на Думе мы там еще распределим 4 миллиарда рублей. Но я почему к вам обращаюсь, именно финансы мы сегодня на это имеем. Но нужно начинать работать. Уже было даже вчера, а не сегодня. Вот я хочу к вам обратиться, чтобы вы все, что будет делаться в вашем районе, вы могли сказать мне в любое время дня и ночи. Не так, как я когда вас спрашиваю, вот некоторых, а что у вас делается, я пойду узнаю. Сейчас вам неделя срока. Все, что у вас делается, вы должны знать, какие объекты будут делаться. Это или капремонт школы. У нас там большая идет объем, это капремонт школы. Просто он огромный на территории Брянской области. Но если вы в это не вникнете сами, если не возьмете на каждодневный контроль со стороны каждого из вас, то мы к концу года придем к тому, что деньги будут, объекты будут не построены. Мы в прошлом году, можно сказать, неплохо отработали, хотя год был очень сложный. Тот год был, он очень тяжелый. Почему? Потому что менялись цены, менялись стоимость материалов. Все это росло и, в принципе, по стране это были проблемы. У нас более-менее мы прошли и, в принципе, все объекты были построены и без пересчета смет. На этот год понятно, что уже сметы по-новому делались, с новыми расценками. Александр Богомаз подчеркнул, что именно от расторопности и ответственности глав районных администраций зависит то, насколько успешно будут реализованы планы на этот год. Сейчас мы ковидные ограничения все эти мы переживем. Ковид не должен быть преградой для решения данных вопросов. Но и сегодня очень большой, кажется, на вас объем работ и большая ответственность, чтобы эту работу нам сделать. Как я говорю, деньги мы нашли, федеральные деньги, региональные деньги, за счет того, что получили дополнительные деньги по прошлому году. Деньги мы вам даем, но эти деньги должны сработать. И все объекты, то, что мы запланировали, и как касается тех же школ, то, что за федеральные деньги, что за областные деньги, все должны быть сделаны. Там касается ФАПов, касается больниц, закупка того же оборудования, они должны быть решены. Губернатор предупредил районной власти, что отчет о проделанной работе он ждет от них еженедельно. Александр Новиков, Алексей Рязанцев, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.